Женщина должна быть женщиной. Сейчас часто женщины, они пытаются мужиками быть. Так? Качаются. Пытаются там в армию идти, в правительство и так далее. Ну то есть деятельность не женская по природе. Что они от этого становятся могущественными? Смотрите, такие женщины по статистике, им тяжелее создавать семью, тяжелее рожать детей, тяжелее сохранить семью, если она есть. Почему? Потому что женственности меньше стало. Меньше стало той силы, которая сохраняет семью, которая рожает детей. Меньше стало той силы. А вот тогда разберемся, а что женщине в общем-то в жизни нужно? Ей нужно что, быть директором завода или все-таки ей нужна любовь, семья, забота? Вот что женщине нужно? Конечно, ей нужна любовь, отношения глубокие, забота, нежность, ласка. Значит, зачем тогда идти другим путем? Если тебе твой путь уже Бог дал, зачем что-то делать наоборот? Зачем идти другим путем, если уже есть тот путь, которым надо идти? Он уже создан природой. Разве женщина слабое существо? Если она ведет себя по-женски, она становится очень сильной. Ей даже работать не надо, чтобы быть счастливой и богатой. Если женщина очень достойная, она красивая, у нее все есть достоинства женские, она выбирает себе мужа, какого хочет, там, богатого, и он дает ей возможность не работать. Зачем ей работать, если она имеет женскую силу? Ничего не надо делать. Так? Женщины, кто считает, что не так? Кто считает, что не так? Давайте. Давайте поразмышляем. Призвание. В чем тогда ее призвание заключается? Музыкальное вы считаете, да? А я считаю, что женщина, прежде всего ее призвание быть женщиной. Нет, мешает. Сейчас объясню, как мешает. Вот смотрите, сейчас объясню. Есть высшая, и смотрите, есть высшая цель жизни, есть жизненно важные цели, есть важные цели жизни. Высшая цель – это бог. Дальше на втором месте у женщины стоит ее женская природа. У мужчины профессиональные навыки. Если женщина стремится к профессиональным навыкам на втором месте, а к своей природе на третий, то по факту получается, что она потом уже трудно очень выйти замуж. Она, допустим, закончила институт 25 лет, потом еще там что-то она пытается как-то реализовать, у нее машина, квартира, все есть, а она уже не такая молодая и красивая, как раньше. Она в результате не может так выйти замуж. То есть она поставила приоритетом не ту цель на первое место, до свидания. Но с другой стороны, если женщина поставила приоритетом женскую личную жизнь на первом месте, дальше она может и музыкантом быть хорошим. Она крепко себя чувствует, она родила детей, у нее все есть, и она чувствует, я хочу быть музыкантом, пожалуйста. Все зависит от того, как мы расставляем все это. Мы с вами. Все, я тоже не сомневаюсь, что вы как бы, я просто проверяю себя. Нет, я серьезно говорю, то есть почему... А? Да, ну вот эта гармония у всех по-разному протекает. Вот у женщины гармония женская, то есть она должна сначала женскую природу свою реализовать, а потом уже профессию. А мы делаем наоборот, результат печальный. Итак, видите, в этом мире все так создано, что на первом месте стоит правильное понимание себя, как личности. Если мы понимаем, что мы подчиненную природу имеем, меня создали женщины, надо развиваться как женщина, меня создали мужчиной, развиваюсь как мужчина. Или я сам себя создал. Спасибо.